Начинаем подготовку кожи. Используем тоник и протираем вверх по массажным линиям, четко по линейному ритму. Далее используем сыворотку с гиалуроновой кислотой. Распределяем по всей поверхности кожи и массажными движениями втираем. Все движения должны быть у нас направлены вверх. Втираем до полного впитывания. Далее используем крем. Также равномерно разносим его по всей поверхности кожи. И точно так же массажными движениями втираем все вверх. Не забывайте сделать приятный массаж для лица, это очень важно. Потом используем крем под глаза и подушечками пальцев вбиваем до полного впитывания. Остатки можно потом промокнуть. Теперь приступаем к самому процессу макияжа. Наносим тональный крем. Я использовала люминесиси и коллаген. Наносим тональный крем от центра к периферии. Обязательное правило, чтобы не было видно границы между волосами и лицом, мы должны остатками продукта, то есть полупустой кистью, проходиться по границе. Таким образом вы избежите эффекта маски. Этот макияж мы делаем продуктами из масс-маркета, поэтому я сделала и уход, и полностью весь макияж исключительно на продуктах масс-маркета. Далее я буду прикреплять фотографии, где вы увидите все продукты, которые я использовала в макияже. Следующий этап макияжа – это нанесение консилера. Обратите внимание, на какие зоны и как я его наношу. Потом беру ту же кисть, которую я использовала для тонального средства, и аккуратно разношу по центру лица, потому что в центре лица у нас должны быть более светлые зоны. Консилер мы наносим на все выступающие зоны на лице, а также на те места, которые мы хотим сделать светлее. Например, обратите внимание, что я нанесла на уголки губ, а также я нанесла консилер на уголки глаз, именно внешние, чтобы сделать определенную направляющую. Карандаш для бровей – это самая первая вещь в моей косметичке. Я не выйду на улицу, если я не накрашу брови, поэтому это является очень важным этапом макияжа. Брови оформляю карандашом Vivienne Sabo номер 3. Один из моих любимых карандашей. Это бюджетный продукт. Можно сказать, что в этом нам всем повезло, потому что бюджетные продукты есть очень классные, которые действительно достойны нашего внимания. Я вычесала брови наверх. Щеточка, которая есть с обратной стороны карандаша. И теперь прорисовываю форму. Форму прорисовываю, исходя из своей природной формы. Дополняю там, где мне не хватает. И заполняю пробелы. Брови играют очень важную роль в гармонии нашего лица. И от того, насколько они будут выглядеть красиво и ухоженно, в общем, зависит наш внешний вид. Обратите внимание, что я заполняю пробелы на бровях. И поэтому мне нужно четко прочесывать волоски форму, для того, чтобы увидеть, где у меня остались еще не заполненные места карандашом. Макияж бровей – самый долгий этап макияжа. Следующим этапом у нас будет свето-теневая коррекция лица. Для этого используем сухие сколовые скульпторы. А в данном случае я использую скульптор от Lamelle в оттенке 102. Мне еще очень нравится оттенок 101. Он более холодный. Но сейчас он у меня закончился. Я планирую все равно его приобрести. А сейчас будет резкая смена голоса, поэтому не пугайтесь. Это чуть-чуть набираем и такими поглаживающими движениями мы носим на скулу. Обращаем внимание, девочки, обязательно, что вот эта часть, где у нас скула, мы ни в коем случае не должны коррекцию скулы завалить за начало скулы. То есть лучше сделать выше вот здесь. Но никак, чтобы она не была вот здесь, потому что тогда получится у нас она не совсем правильная. И будет не красть его. А завалить, кстати, очень легко. Поэтому нужно не сушить. Легкими такими поглаживающими движениями, да, растягивать продукт. Потому что вот этот вот Lamelle, он очень пигментированный. Поэтому... Ему нужно тоже аккуратненько. Смотрите, я сделала буквально, да, пару движений кисти, и вот все, уже у меня скула появилось. Вот такими шелчными движениями. Смотрите, я сделала лампу. Потому что уже на улице темно, сегодня еще такая погода пасмурненькая. И думала при дневном цвете сделать макияж, но он очень быстро ушел от меня. Дневный свет, поэтому будем делать вот так. Смотрите, да, вот здесь лампы очень хорошо видно. Я еле-еле касаюсь, прохожусь по периферии лица. Когда возвращаюсь, да, естественно, и тени. Блинчик наш убираю, который мы сделали. Смотрите, коррекция, да, вот этих боковых частей. И мы же выражим овал лица, скажем так, да. Немножечко тоже прохладим все. Влегонько-влегонько, смотрите, как и даже кисточка, она свободна у меня в руке. То есть нажатия минимальные. Закрашивается телефон. Я, честно говоря, не видел, насколько там все хорошо растушевано и эстетично. Сейчас надо взять зеркало и посмотреть. Обязательно вот эту часть мы тоже проходим все. Больше затемняем. И уводим в линию роста волос. Немножко сделаем рельеф носу. Чуть-чуть. Смотрите, еще что я взяла. Вот такой легкий хайлайтер. Смарт-гео белорусский бренд. И хочу сделать такое легкое-легкое сияние сатиновое. Делаем самый простой макияж. Вообще самый-самый-самый, да, самый простой, что может быть. Тот, который смогут сделать вообще все, абсолютно все. Каждый класс может его сделать. Мы начинаем с самого-самого-самого простого. Просто для тех девочек, кто, может быть, совсем не знает, что куда наносить, что для чего нужно. Так, девочки, смотрите, стараюсь максимально показать лицо ближе, да. То есть видно всю текстуру кожи, поры, все там, прыщички. Очень камера плохо фокусирует, и я, к сожалению, не могу просто нормально приблизить. Просто, чтобы вы видели, как ложится все. Очень бюджетные текстуры, да, очень... Но мне нравится, как все лежит. Еще такая бюджетная штука. Мы сейчас будем делать румяна вот этим оттенком. Мне кажется, они очень пигментированы, поэтому я буду стараться так очень легко. И улыбаемся. Опа. Ну, как бы, да. Угу. Вот, в принципе, мы можем немножечко румяна оттушевать. Пустой. Еще мы набираем румяна и немножечко проходимся по линии, по боковым линиям лба. Слегка, еле касаясь кисти, пол пустой. Берем кисть, мягкую для складки века. Набрали, либо об руку, либо струсили об палетку. И теперь соединяем наш хайлайтер, который мы там, да, легкий сатиновый, под бровь вложили и растушевывали. И наш корректор вводим сюда в складочку. Таким образом мы соединяем весь наш макияж в одно целое. Беру пудру. Пудра матовая. И хочу немножечко припудрить вот эту зону под глазками. Чуть-чуть совсем, потому что мне кажется, она излишне такая сатиневая. Давай мы просто поднимаем глазки и немножечко вот здесь вот матовая пудра и слегка прибиваем. Такими прибивающими движениями, а не вот такими, потому что здесь можно немного как бы стушевать, но если мы будем так сильно делать, то мы просто с вами весь пансиллер, который мы там вложили. В конце 20 можно даже немножечко этими руманами просто проработать века, да, здесь вот так вот матовая, немножко матовая. Вот так, все равно вот так. Кисточка мягкая, она все равно нанесет немного, но зато хорошо подтушует. То есть, смотрите, повторяю, что делаю макияж вот вообще легкий, легкий-легкий, как будто без макияжа. Я могла бы еще проработать ресничный ряд, да, я бы могла еще проработать карандашом. Честно говоря, я хотела это сделать, но потом я передумала. Почему? Потому что не все любят, да, такой, ну, ярко выраженный ресничный ряд. Многие девочки любят прям очень нюд-нюд-нюд глазки, то есть вообще такие, ну, полностью ноу-мейкап, да. Поэтому я, наверное, сегодня не буду прорабатывать карандашом. А следующий наш макияж, тоже нюд какой-нибудь, мы обязательно проработаем. Причем я хочу показать вам много вариантов нюда, да, то есть нюд такой совсем нюд-нюд, и нюд такой, который более поярче, да. Потом у нас будет макияж с конкретной проработкой глаз, да, то есть тени, стрелки, растушевки, графика, в общем, будет все, что захотите. Теперь немножко кладем на сколы, да, чуть-чуть еще такого легкой пудры-файлайтера. Будет он бликовать, когда будет падать цвет из кустины. Девочки, я никуда без вот этих ножничек, да, особенно сейчас такое время ламинирования у меня не получилось сделать, поэтому я использую ножнички, потому что у меня ресниц будет не видно вообще. Тушь беру бюджетную, кабаре, очень классная тушь, я люксом, честно говоря, не пользуюсь, даже для клиентов, потому что меняем мы ее очень часто, и нет смысла покупать слишком дорогую тушь, для того, чтобы просто потом ее, ну, как бы поменять, да, она достаточно быстро приходит в негодность, почитает, поэтому так, все, украсим реснички, и у нас вообще такой нюд-нюд-нюд. Я не знаю, на сколько длинном получится это видео. Смысл сегодняшнего макияжа нашего с вами в том, что мы сделали красивую кожу. Предварительно хорошо ее подготовили, да, в несколько этапов, и очень важно, очень важно все-таки подготовка кожи. Потому что все средства потом ложатся равномерно, кожа такая остына подсвеченная, отдохнувшая, и все текстуры красиво смотрятся. Такая же проблема с ресничками, как у меня, да, которые вот так растут вниз. Я прокрашиваю, потом беру ножнички, да, и еще разочек подворачиваю. Смотрите. Опа! И магия! Девочки, простите, забыла вытереть зеркало. Опа! Я выбрала для губ вот такой вот блеск, и венцинблот. Что я делаю, как я его наношу? На руку, а потом пальчиком с руки. Хоп! Все, два мускай, и губы уже с пигментом, да? Сейчас модно и красиво, да? Смотрите, такой эффект небрежный, немножко как зацелованных губ, с размытым контуром. И ресницы, кстати, все рассказывают, что тренд, когда красишь и так хорошо прокрашиваешь, да, прям как лапки паучка. Ну, конечно, многие так не любят, но, видите, с моими ресничками по-другому не получается. Очень люблю, когда закончите карантин, и наконец-таки я сделаю ламинирование. Мне уже нравится. Я бы еще добавила хайлайтера. И, кстати, есть классная штука, карандаш, да, такой белый каял. Даже не белый, а бежевый каял, который можно положить вот сюда на слизистую, и тем самым освежить белок глаза, да, то есть вытянуть какой-то красный тук, ну, красные вот эти наши капилляры, да, которые в белке. В бюджетных марках я не нашла таких карандашей светлых. Ну, вот, смотрите, Ивраше нравится мне очень, вайка, ну, он такой прям молочный, да, и я люблю еще Илан использовать, он как корректор, но я его наношу на слизистую. Я решила взять Ивраше, затачиваем его обязательно хорошо, ну, вот, и кладем на слизистую. И, кстати, девочки, смотрите, можно положить только вот на эту часть, где у нас радужка глаза, да, можно как бы до конца не доводить. Этот прием очень хорошо подходит именно девочкам, у кого такой щелевидный глаз, у кого, у кого же глазки широкие, такие, да, распахнутые, немножко как выпуклые, то такой прием использовать не нужно, потому что вы еще больше подчеркнете вот этот вот излишний объем, да, глаза, поэтому этот прием используется только вот для девочек, у кого, ну, обычный глаз, немножко узковатый, да, щелевидный, так что обязательно обращайте на это внимание. Еще мне захотелось чуть-чуть добавить вкладочку немножко. Сейчас очень модно, такие матовые текстуры, да, такие вот пудровые, и как раз вот эта палеточка очень даже хорошо, и... Вплоть до того, что как тени для глаз, да, и как коррекция румяна. Вот, смотрите, все. Ну, хочу еще добавить. Ну что, девочки, делаем все свой нюд, который вы делаете обычно. Конечно, можете сделать так, как показывала я, да, это быстро, это буквально практически незаметно, и действительно получился такой нюд, как будто я ноу-мейкап, да, только слегка накрашенные ресницы и губы. Но это имеет большое значение, проработка кожи и подготовка кожи. Мы все это разберем в эфире с вами, я расскажу много теорий. Делаем макияж, любим все свои прыщечки, порочки, и до встречи.